Сумма в платежках саровчан с 1 июля 2020 года может вырасти на 6,9%. Именно такой максимальный индекс роста просит установить администрация города. Это может произойти из-за увеличения тарифов на водоснабжение на 13% и водоотведение на 11%. Все остальные коммунальные услуги подорожают не более чем на 3,8%. Некоторые депутаты сочли такое повышение слишком большим. Вот я смотрел, что принято предельные индексы по области. В их со 3, 4 и мы опять начинаем выделяться. Мне кажется, мы обо всем думаем. Мы только не думаем о жителях и особенно о пенсионерах. Тем не менее, такое повышение стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению, по мнению администрации и ресурсных компаний, назрело. Продиктовано оно изношенностью коммунальных систем и необходимостью их модернизации. В основу обоснования роста тарифа ложатся две причины. Инвестиционная программа Горводоканала, либо реализация концессионного соглашения, если такое будет принято. Система водоснабжения и водоотведения требует модернизации. Это показывает цифры и инвестиционной программы Городоканала, и оценка и предложение по концессионеру. Основной упор идет в систему водоснабжения. Это общий объем инвестиций в 925 миллионов рублей с НДС. Это инвестиционная программа на 7 лет. Из них 550 миллионов идет в систему водоснабжения и 300 идет в водоотведение. С тем, что коммунальные сети нужно модернизировать, депутаты согласны. Но главный вопрос, как нагрузка за исполнение инвестиционной программы, ляжет на плечи горожан. В Нижнем Новгороде кубометр холодной воды стоит, по-моему, 13 рублей. У нас сейчас 20. В ближайшем будущем будет 40. Тем не менее, в Нижнем Новгороде не случается ежедневная авария. Целые районы не живут без воды. То есть люди как-то вкладывают деньги в поддержание сети. Некорректно сравнивать царов с Нижним Новгородом парировали представители консессионера. И привели пример стоимости услуг водоотведения и водоснабжения в соседних городах. Самый ближайший к вам город Арзамас. На второй полугодии 2019 года стоимость водоснабжения 26,78. При тарифе 24,48 при реализации инвестиционной программы МУПА, если заходит консессионер и подписывается консессионное соглашение, то тариф будет 24,30. Соответственно, он ниже. При водоотведении Арзамас 21,76 идет, но у них, соответственно, идет перекос в сторону воды. По водоотведению, да, в Сарове тариф будет выше, чем в Арзамасе. Высказали свои опасения в связи с большим ростом тарифа и представители городообразующего предприятия. Свои сметы в части гособоронзаказа РФЦНЕФ составляет, исходя из рекомендованных на уровне правительства индексов потребительских цен. Показатели в части теплоэнергии, электроэнергии, рекомендован индекс 3% на 2020 год. В части услуг горного догонала рекомендовано пользоваться индексом потребительских цен, которые в части гособоронзаказа, это октябрь 2018 года, документ 3,4% и все вот эти проценты, которые озвучены, даже разрешенные максимально 6,5% означают, что сейчас нет, получат дополнительный убыток. К общему знаменателю на заседание депутаты не пришли. И тем не менее, предложение по индексу роста для тарифов на следующий год необходимо направить в РСТ до 1 сентября. Эти предложения рассмотрит также глава региона. Решение принять или отклонить просьбу о превышении предельного индекса роста тарифов в Сарове будет приниматься на уровне области. Также отметим, предельный индекс роста – это максимальный шаг повышения тарифа. Реальное повышение может быть и ниже его.